друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал лена хэппи мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребята вот оно и случилось я же говорю лена из той категории людей которые сегодня слово дала ну а завтра свое слово собственно забрала обратно не прошло не то что и года не прошло и ночи в нервальном смысле этого слова как леночка так я сейчас встану и толкну важную информацию я думаю все помнят ну кто не помнит я напомню когда она стояла встала друзья мои постойки постойки смирно и рассказала о том что больше ни ни никогда не в жизнь никогда не будет рассказывать про тех блогеров с которыми она находится в контрах да так скажем в нехороших отношениях ну и собственно про обзорщиков ну и вот друзья мои оно и случилось очередной стрима леночки и она уже своим ртом своим вот этим вот друзья мои да своими словами через рот рассказывает как раз таки про одного из заблогеров с которыми она когда-то ну так скажем в приятельских отношениях находилась ну а потом они как всегда леночка да со всеми умеет ну там и вторая благерица конечно далеко от нее совсем не ушла такая же да такая же тоже как леночка и вот они разжопились по полной программе и собственно теперь делят друзья мои шкуру не убитого медведя ну можно и так сказать в общем ладно ролик называется вернее стрим вчерашней леночки называется переводим афа перевод денег в прямом эфире уселась наша красопета наша фефочка губы накрасила так чтобы знаете было видно издалека такую красоту какова красота пеньюар натянула брошь прицепила причем я так понимаю брошку ну насколько я поняла леночка присобачила так чтобы скрыть всю свою знаете красоту все свое богатство друзья мои в районе декольте а потом я поняла что вот брошь все таки была знаете ли не на своем месте потому что там ниже вот это богатство то вот то и дело грозилось вырваться наружу леночка в таком случае надо было либо присобачить вот эту вот брошку уже в другом месте чуть пониже да либо надо было уже взять вторую брошку и тоже там все это дело благополучно скрыть ну ладно в общем лена начала очень серьезные друзья мои разговоры говорит вы помните да вы помните вы все конечно помните но это ладно это я уже друзья мои да короче леночка говорит вы помните в прошлом месяце у меня говорит был совместный стрим с одним говорит блогером имя которого я говорить не хочу линочка мы помним да собственно у нас амнезии нет но я чё тебе хочу сказать ты только вот буквально даже суток не прошло говорила все все меня если что там на кресте распните всяко разно если я только своими словами через рот что-нибудь там произнесу про этих но она типа я ее не называю ну типа никто не понял да ком собственно речь так вот она говорит вы знаете я называть ее имя не хочу ну да можно и называть но все понятное дело все поняли и говорит я думала думала долго говорит думала в общем леночка думала больше месяца да ну это из той серии вы поняли и говорит я думала какие чувства я испытываю к этому блогеру далее она перескочила уже знаете вот через целое действие говорит я решила решила вот эти вот донаты которые были приходили на нашем совместном стриме давайте говорит я при вас сложу вот эти вот донаты для того чтобы уже решить какая сумма донатов значит положено вот этому блогеру да и сколько мне ему надо перечислить и при вас прямо возьму перечислить ребята я сижу и думаю ну вот не раньше не позднее вот понимаете вот не раньше не позднее нельзя было вот эти вот донаты суммировать да сложить перечислить надо это все прямо сделать в прямом эфире о чем я и говорила что она будет показывать свои вот эти браслетики вы меня извините кому это интересно свои какие-то там моментики кому это интересно понятное дело она прекрасно жена знает что ей показывать короче она говорит вот несколько часов назад можете меня поздравить я получила зарплату с ютуба и говорит заплатила за телефон а за телефон у меня большой платеж и начинает рассказывать о том что у нее за четыре девайса 250 баксов лет ты меня настолько насмешила ты живешь в америке для себя 250 баксов в месяц это большие деньги за 4 девайс правда ты знаешь у нас для людей 200 долларов за один телефон в месяц да уж если они там берут какой-нибудь там за 150 за 170 тысяч как говорится телефон да это это не является большими деньгами но леночке в америке 250 баксов это просто что-то из области фантастики ну лене надо было обязательно озвучить всем что вот она 250 долларов платит за четыре вот этих вот девайса да ну говорит плюс еще говорит заплатила там за мебель за то за все за все на свете хочется спросить вообще к чему вот эта вот информация у каждого из нас есть свои доходы есть своя статья расходов каждый из нас оплачивает определенные да какие-то там расходы статья расходов и так далее зачем это знать но я прекрасно понимаю как блогер обзорщик который умеет смотреть слушать анализировать да за столько лет уже нахождение четыре года моему обзорному каналу на ютубе я прекрасно понимаю для чего вот это вот все выносят блогеры на свет божий чтобы пожалиться пожаловаться да вот разжалобить своих зрителей вот я бедная несчастная вся такая вот я вот вся вот такая вот поможите люди добрые да дайте подайте помогите кто чем может сами мы не местные так далее все понятно хочется сказать слушайте работать не пробовали вот я собственно всем блогерам об этом говорю на которых вот своим подопечным на кого я делаю обзора кто не работает и кто там начинает да там и вот мне еще там начинают за них втыкать бесконечно да вот и там чё-то там про них там рассказываешь они бедные несчастные с каждая копейка на счету при всем при этом половина моих подопечных вообще нигде не работает но знаете жизнь она у них такая серьезная штука и такая вот вот такая вот сложная да работать не не пробовали да не не что такое работа не знаете знает далее далее друзья мои аленочка рассказывает она говорит вы знаете я говорит должна говорит конечно говорит вот отправить вот эти вот донаты тут же начинает считать при зрителях сколько она должна той своей бывшей там подружайке приятельнице все понимаем прекрасно о ком речь с которой у нее было бы был этот совместный стрип да и вот не раньше не позднее прямо вот на этом стриме надо вот начать считать да считает насчитала линочка 71 доллар 94 цента ни больше ни меньше леночка округлила молодец в большую сторону и говорит 72 доллара все я говорит ей должна отправить молодец молодец и говорит вот смотрите вот говорит этот получатель она ее показывает вот говорит я ей отправляю вот говорит нажимаю послать ну да при при всем леночке нам да как говорится вот этом моменте леночка с превеликим удовольствием послала бы уже и вот этой которой она отправляет денежки и всех собственно на свете всех неугодных и блогеров и знакомых и тех кто леночку не ценит а теперь говорит ну что поскольку говорит я блогер это в оправдании оправдашки начались к тому что она говорила сутки назад все больше с моего языка да никогда в жизни да я по такому поводу встала да и пошла я больше никогда про них слова вот не вылетит из моих уст да и она говорит ну поскольку я блогер о чем я ей сказала да я говорит думаю какие какие же я чувства испытываю к этому человеку это прям такая важная информация ребят нам знать какие чувства она испытывает к этой маришке вот прям такая важная информация вы знаете вот без этой информации я бы наверное спать не смогла бы лечь да и говорит я поняла я испытываю к ней чувство брезгливости ну а далее 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 Далее, она говорит, вы представляете, вот, говорит, вот, говорит, был же у нас вот этот совместный стрим, да, и так далее, и говорит, когда, говорит, был стрим, и говорит, она тогда, говорит, представляете, сказала, она усомнилась во мне, в моей честности, в моей правдивости, в том, что я кристально честный человек, но этого Леночка не говорила, это я уже, как говорится, да, добавляю. Она говорит, и она сказала, говорит, надеюсь, она мне, говорит, мои деньги отдаст. Ну, Маришка засомневалась, засомневалась, друзья мои, что Ленчик ей отдаст ее вот эти вот 72 доллара. Я не знаю, чем бы Маришку спасли эти 72 доллара. Та тоже, знаете ли, не любительница работать от слова совсем. В общем, как говорится, нашла коса на камень, да. Ну, и Леночке это очень не понравилось, потому что Леночка кристально честный, чистый человек. Она вот, она, она святая. Вот все кругом плохие, все там что-то на нее наговаривают, все там какие-то гадости про нее говорят. Все исключительно, Леночка не такая, да. Я не такая, я, знаете ли, жду трамвая, да. Ну, и говорит, вот, говорит, она требовала деньги, а теперь, говорит, я отправила ей 72 доллара и ставлю на этом жирную точку. Я хочу напомнить нашей амнезийнице, что жирная точка была еще сутки назад, да, уже амнезийница об этом забыла. И опять ставит в очередной раз жирную точку. Леночка, там уже получается многоточие, но никак не жирная точка, да. Ну, и говорит, что вообще, говорит, хочу сказать, если предал однажды, предаст и дважды. Здесь я с Леночкой целиком полностью согласна. Ну, опять же, да, кто кого предал, и уже там кто только кого не предавал, да, и сама Леночка в этой, во всей, знаете, истории, конечно же, везде, во всех историях засветилась. Далее, далее, что она там рассказывала о том, что она еще отправляет платежи за машину. Ну, ребят, ну, это все надо было непременно выложить, конечно же, на всеобщее обозрение. Вот просто оплачить свои платежи, оплачить, оплачить свои платежи, да, самостоятельно просто так вне стрима нельзя было. Нет, 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 ни в коем случае надо было все это прямо вот сделать на стриме. Ну, опять же, мы прекрасно понимаем, для чего это делается, для того, чтобы разжалобить публику, разжалобить народ, зрителей, чтобы хоть кто-то по копеечке, по 5, по 10, по 15, по 20 баксов Леночке, конечно же, отправил. Ну, а далее, друзья мои, начинается самое интересное. Мне так понравилось это, вы знаете, прям вот как серпом по одному месту, когда Леночка сказала, я хочу себя поздравить, у меня на канале, говорит, 36 тысяч подписчиков. Леночка, ты знаешь, я тебя поздравляю от чистого сердца. Запомни, Галинка-малинка тебя поздравляет от чистого сердца. 36 тысяч подписчиков, ты знаешь, это круто. Я вспоминаю, 4 года назад, когда я только-только открыла свой обзорный канал, и я, ребят, молодая и зеленая, пришла как раз-таки тогда снимать обзоры. И вот так получилось, что я начала снимать на Леночку. У меня тогда было 12 подписчиков. Я только пришла, только открыла свой канал. 12 подписчиков было у Галинки-малинки 4 года назад. Вы знаете, я помню прекрасно, когда Леночка, глядя на меня, там еще одна бабушка вместе с ней, они, глядя на меня, говорили, ой, что это сопля? Мы тут еще ее канал будем называть, как он там называется. Да сопля не нашего поля ягода. Но не доросла сопля для того, чтобы мы ее тут рекламировали. Леночка, я тебя поздравляю. 36 тысяч подписчиков, это круто. А вот эта сопля, как вы тогда выражались, теперь вас сделала абсолютно всех. У меня уже 39 тысяч подписчиков. 39 и, по-моему, там 400 человек. Я благодарна своему зрителю, который меня любит, и я уверена, обожает. Я снимаю на разных блогеров, да, и абсолютно на разных. Разные у меня моменты, интересные, всякие разные. Но в любом случае, я что хочу сказать. Да, вот тогда Леночка кричала о том, что нет, я не буду называть ее канал, потому что делать ей рекламу. Я не буду, кто она такая, чтобы я вообще ее называла. Ну, а сейчас, Леночка, ты знаешь, радуйтесь, что я называю ваши каналы. И твой в том числе, потому что я уже тебя переросла. И ты знаешь, для того, чтобы заработать, наработать за 4 года нахождение на Ютубе в качестве блогера-обзорщика, свою целевую аудиторию, мне для этого не понадобилось трясти трусами на просторах Ютуба, предавать своих друзей. Мне для этого не понадобилось бегать по каким-то там, да, непонятным мужичкам, скакать из стороны в сторону. Мне для этого просто понадобилось делать обзоры, то, что я люблю делать, в общем, заниматься тем, чем я люблю заниматься, обзоры на блогеров. Ну что ж, Леночка, поздравляю, 36 тысячи, это, в принципе, неплохо. В общем, да, бабушки в очередь, как говорится, сукины дети. Ну что, друзья мои, ну а дальше, а дальше? А Леночка сказала о том, что Родни такой молодец. Родни просто умничка. Ну, понятное дело, кого хвалить, как не Родни? Ведь если не Родни, да, то бабушке, собственно, никто и не поможет, по большому счету. И говорит, мне, говорит, вот говяжий язык Родни там привез, да, там еще что-то, там водички привез, а еще, говорит, палку привез, на которую надо опираться, поедем с Родни к врачу. Короче, как я и говорила, столько лет прожить в Америке, ребят, столько лет, понятно, родня вся осталась в России, родственники остались все там, это понятно, но была бы она, вот был бы у нее нормальный характер такой, знаете ли, человеческий, у нее бы столько здесь было бы, ну пусть не таких прям друзей, да, но приятелей, хороших знакомых, которые ей могли бы помочь, все это привезти, ей не надо было бы ждать Родни, да, и так далее, ей бы просто люди бы помогали. Но опять же, вот как ты сам, да, относишься к людям, так и люди относятся к тебе. Вот как бы не стоит забывать, я всегда говорю, не плюй в колодец, из которого придется воды напиться, не зря прекрасная народная мудрость, не руби сук, на котором придется сидеть. Но Леночка этого не понимает, не знает, как говорится, это ее дело. Далее, друзья мои, Леночка посверкала своими браслетиками, ну она же сказала, что теперь у нее будет контент, друзья мои, исключительно цветочки, фигочки, браслетики и так далее, браслетики никого не заинтересовали. И она сказала, вот тут бывают некоторые недовольные моими браслетиками, она говорит, качество у меня замечательное, а кто недоволен, пошлите по нафиг, у них, говорит, плохое настроение, зашибись, то есть, если я приобретаю какой-то товар за свои деньги, если мне не нравится качество, да, я рассчитывала на что-то другое, значит, пошла я нафиг, да, значит, у меня какое-то фиговое настроение, может быть, там, знаете, какие-то там критические дни или еще что-то, Леночка молодец, съехала просто, друзья мои, прекрасно. Ну и что? И, кстати, утерев нам всем нос, сказала в пику хейтерам, что, мол, есть у нее подружка, и не думайте, что только родни одним, знаете, вот все, как говорится, ограничивается, нет, есть, говорит, одна подружка, вы видели, говорит, эту подружку, то ли с ребенком она была, не помню, что она там толком сказала, я бы эту подружку не видела, кто видел, напишите мне в комментариях, вот, говорит, она, говорит, ко мне приедет, я так и не поняла, для чего она к Леночке приедет, то ли Леночке сопли подтирать, то ли Леночке подносить, носить, ну, я сомневаюсь, что она будет носиться с Леночкой, как с писаной турбой, Леночка сама никогда, даже с собственными родителями, с пожилыми людьми не носилась от слова совсем. Ребятки мои хорошие, продолжение следует, всем хорошего настроения, дня, всего самого-самого наилучшего, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok